так значит мне начинать или как вообще ну вот я не знаю как мне вообще это лучше начинать ну во первых название вот собственно номер статьи который на архиве вот выложены буквально пару дней назад ну вот и вкратце о чем это то что есть известная у нас иерархия КП куда входит как первое уравнение известное там уравнение Кадамсу Петриашвили но там есть еще но также есть еще некие уравнения которые туда входят в эту ну это такая бесконечная иерархия и есть у нас значит модель колоджера Мозера которые представляют себя ну интегрируемую систему утверждение такое что вот у значит у нашей иерархии КП есть некие решения которые ну три класса решений это рациональные в которых знаете я пока какие-то неизвестные вещи буду писать то функция от x равняется произведению знаете вот так напишу x минус x это где а а это просто а это рациональный случай это рациональный значит потом а равняется ну не знаю синус там не знаю гамма а это трагенометрический случай и собственно а равняется сигма функция а там за двумя периодами там же нет же плохая в общем выше это эллиптическая значит а и и один другой врождается значит здесь у нас есть произведение по и равняется от 1 до n это такое вот n плюсное решение ну вот значит и и дальше что можно сделать а вот эти вот уже буквы x и то я ну то есть это полюсное решение потому что там наша функция которую мы ищем это там производны от логарифма того функции поэтому в точках x равны x и то это будут полюса поэтому называется n плюсное решение ну вот значит если у нас вот и утверждение такое что если мы вот такой н за отставляем в иерархию кп то оказывается что у нас эти полюса начинают двигаться по значит ну согласно как частицы в модели колоджер и мозг где н частицами ну вот значит какой статус этого утверждения для рационально то есть ну это утверждение доказано для всех трех случаев для ну второго времени то есть там первое тривиальное времени а для первого нетривиального времени да там т2 а дальше для старших времен это доказано вот для рационального там был тридемитического случая теперь утверждение я это ну ну как в этой работе мы там обобщили это для эллиптического случая уже ну вот это зависимость и я вот об этом сейчас расскажу ну вначале я думаю мне стоит рассказывать да что такое вот рархи кп как она получается насколько это вообще подробно стоит об этом рассказывать в общем давайте мы тогда рархи кп и и как удобнее писать я наверное самый удобный способ это сказать что вот есть так есть значит такой псевдодифференциальный оператор у к к больше и равно единице x минус к ну вот где ну минус к это вот такая штука д минус 1 x на x там равен одному и он действует по правилу лебница ну вот ну и это вот такой псевдодифференциальный оператор бесконечный значит что мы хотим дальше мы дальше говорим что вот вот эти вот пускаете пускай пускай у нас вот эти функции вот к да они на самом деле будут зависеть вот еще бесконечности времен т1 т2 т3 и так далее но вот где от т1 но это будет просто x то есть везде где у нас есть x это он ходит как т1 плюс x ну вот и как они зависит они зависит следующим образом у нас есть значит дтм а равняется а м на вот это вот и где а м это в общем это положительная часть как бы от оператора l степени но это условия там нужно для того чтобы вот мы видим что этот оператор здесь он имеет только отрицательные степени, и чтобы вот этот вот оператор тоже имел исключительно только отрицательные степени, мы должны вот АМ выбрать в таком виде, где вот этот плюсик это значит, что это вот просто дифференциальный оператор. Ну, в общем, это какая-то такая вещь, с которой проще поиграться, но это некий способ, значит, всю иерархию эту вести. Тогда иерархия будет... Сейчас я извиняюсь, ты говоришь, чтобы были только отрицательные степени, буквально надо взять только положительные. Да. Ну, сейчас справа у нас, точнее, слева у нас, как бы, вот этих вот операторов только D в минус катой степени, ну, то есть D-минусы только, грубо говоря, ну вот, а здесь, вообще говоря, у нас могут быть еще какие-то D-плюсы, но там есть там простое упражнение, что поскольку у нас значит, это что такое? M равняется L степени M минус L степени M минус, да, то у нас говорится, что то, что это будет L-M на ну, L степени M минус L степени M минус на L ну вот, вот эти вещи коммутируют L потому что это, ну, просто операторы степени ну, значит, у нас это остается, что это сейчас минус L ну вот а вот у этого уже по построению только отрицательной степени Поэтому здесь у нас только отрицательная степень и здесь только отрицательная степень. Ну, то есть это некий способ и утверждение, что все операторы АЭМ можно только в таком виде выбрать. Там оно доказывается. Но я не хочу сейчас об этом, это просто есть некий простой способ построить вот это все. Ну, сказать, что такое. Извини, когда ты говоришь, что все выбрать, это ты имеешь в виду, что нет никаких других, которые бы коммунитировались, не шла. Ну, хорошо. Скажем так, у нас есть вот такое вот уравнение. Ну, ладно, смотрим только на правую часть от уравнения. Ну, вот. И все операторы АЭМ такие, что у них положительная часть равна нулю, они имеют вот такой вот вид. Ну, там или не на комбинациях, понятно. По-моему, такое утверждение есть. Я сейчас не берусь его доказывать. Я не понял утверждение. Любой оператор с окончательными степенями имеет... Я не понял утверждение. А, ну, хорошо, утверждение такое, да. То есть, все, согласен. Я, может быть, его... Чтобы у нас вот была такая вот вещь, а, ну, неважно, какой оператор, АЭМ, значит, это все в плюс равно нулю. Отсюда следует, что А равняется вот такие вот сумма СМ. АЭМ плюс еще что-то, что имеет просто отрицательные степени. То есть, там, Д минус... Ну, там, не знаю... В минус 1. Почему не подойдет просто произвольный оператор по отрицательной степени? Не-не-не, ну, плюс, да-да-да. Имеется в виду... Произвольный подойдет, да. Вот я его пытаюсь написать, что будет там В минус 2, Д минус 2 и так далее. Но что положительная часть, его должна состоять только из операторов вот такого вот вида СМА. Это понятно? Ну, мое утверждение это. Но оно сейчас неважно нам совсем. Ну, то есть это... Ну, я хочу как бы что? Я хочу теперь сказать, что у меня тогда вот все уравнения иерархии, они будут выглядеть как условие вот этого... Ну, такая бесконечная система. То есть выберем из этой системы два уравнения. ТМ и ТМ. И тогда условие согласования, которое будет иметь вид... Значит, Д, ТН, АМ минус Д, ТМ, АН плюс АМ равняется нулю. Вот вот такой вот набор значит уравнений, это будет уравнениями иерархии КП. Можно сказать, можно там показать, что для... Ну, опять же, я не хочу это делать, это может быть как упражнение. Показано, что значит если Н там равняется двум, а М равняется трем, то это будет уравнение, известно, там КП. Кадмусу Петвершвили. Которое, ну, есть там трех... трехмерный как бы аналог уравнения КДВ. Можно так сказать. Ну вот. Ну, в общем, вот такие, вот так получается вся иерархия. И теперь, как бы, о чем еще? Речь о том, что вообще говоря, значит, у этого уравнения, ну, как бы, есть еще вспомогательная линейная задача. Вспомогательная линейная задача, это что такое? Это некая функция ПСИ помогательная линейная. Ну, то есть мы видим, кстати, да, что это уравнение получается не линейное. Задача. Это что? Это значит, у нас будет функция ПСИ такая, что ДТКПСИ равняется АК на ПСИ, а ДЗ от ПСИ равняется Л на ПСИ. Вот, ну, какая-то вот такая функция. Если мы такую функцию найдем, то это будет значить, что, ну, то это будет значить, что, вообще говоря, у нас все согласовано. То есть, что у нас вот у этого, ну, то есть, хорошо, следующее, сейчас я объясню, как, если мы знаем функцию ПСИ, построить функцию, все функции, вот эти вот, ну, хорошо, по ПСИ, как построить ЭЛ, по ЭЛ, как построить А. Понятно, да, как? Вадим, а З это кто такой? З это спектральный параметр, то есть, эта функция зависит у нас от... Вадим, З это кто? Число. О, еще, еще, извините, да, да, извините, я здесь, конечно, набрал. Вот именно. Да, да, да. Да. Так, ну, вот, сейчас я вот объясню, то есть, теперь у нас какая, как бы, понятно, как вот у нас из ЭЛ построить АК. Когда у нас есть оператор ЭЛ, мы, ну, просто его возводим в К-тую степень и отрезаем все, ну, и оставляем только дифференциальную часть. Дифференциальный оператор, все там отрицательные, мы их убиваем. Вот эта стрелочка понятна. Теперь как вот эту стрелочку строить? Ну, ну, утверждение такое, что у нас вот наш оператор ЭЛ, равняется В, ДЗ, В минус первый, где так, сейчас, извините, ДХ, что-то я своим З, предстал. Так, а где у нас, значит, В, это, я забыл, у нас, В это единичка плюс там В1 ДХ плюс минус первый, плюс там В2 ДХ минус квадрат и плюс и так далее. Ну, то есть, это что, это аналог того, что у нас вот эта вот матрица ЭЛ, она как бы в таком бесконечно мерном пространстве, она там верхне треугольная. Нет, ну, она не верна, как бы она бесконечно там имеет, короче, все компоненты по отрицательным временам, поэтому мы можем вот при выборе неком нашей матрицы В, ну, при выборе коэффициентов W1, W2 и так далее, мы можем их подобрать так, чтобы у нас по ним построили построились коэффициенты U. Это понятно? Ну, то есть, это просто преобразование как подобия. Ну, ладно, я буду считать, что это понятно. Ну, вот. И дальше я что хочу сказать? Я хочу сказать то, что у нас рассмотрим базис вот такой, то есть, рассмотрим оператор теперь Psi на V в минус сейчас Psi на V в первую. В общем, рассмотрим вот Psi в таком виде. Psi равняется W умножить на E в степени XZ плюс T1Z плюс T2Z в квадрате плюс T3Z в кубе плюс и так далее. Ну, такая вот бесконечная бесконечный ряд в экспоненте. Ну, вот. Заметим, что когда мы его поставим, мы увидим, что вот эта функция, она, ну, да, мы можем заметить также, что мы можем заметить, что вот наша функция Psi решает вот это вот уравнение, которое мы здесь выписали. Вот, то есть мы по функции Psi, вот, если мы вот это вот решаем, и кроме того, сейчас, и кроме того, и кроме того. Вадим, раз уж вы это рассказываете, в принципе, мы могли так общую схему КП просто как бы напомнить, но... Не, ну, ладно, давайте... Ну, тогда что-то в смысле, но почему там... Не, ну, я просто хочу сказать, какая идея всего этого, что я теперь просто... Я вместо того, чтобы искать... Ну, то есть у меня что нужно искать во всяких КП? Я хочу найти вот все эти функции U. Но теперь я буду говорить, что я вместо их буду искать функцию Psi. И просто у меня... Вам важно, да, что даже конкретно здесь и пользуетесь им, да, вот... Не-не-не, это мне не конкретно важно, я просто хочу просто сказать, что вот такой вот как бы такая стрелочка есть, да, поэтому я вот так достаточно быстро пробегаю. подставить там и проверить. Да, но это все можно подставить, проверить, то есть я это несколько раз рассказывал, но это какой-то такой стандартная вещь, здесь важна идея просто. Теперь вот может быть... Мне вот непонятно, откуда берется зависимость от времен вот в этой форме. Ну, от времен... Дет я понимаю, но все остальное я могу, как мне кажется, написать как угодно. Не, ну нам же еще нужно, чтобы оно вот это вот решало. Это что? Ну, чтобы оно вот это еще уравнение решало. Где-то L в степени M действуя на Ч должно выдать вам типа Z в степени M. И вот если Владимир это скажет, почти становится понятно, что это как-то согласовано с чем-то предыдущим. Да. Ну, то есть, опять же, если мы вот AK, то что такое тогда будет? Это вот будет у нас D... Сейчас, извините. AK, это у нас будет W Dx степени K W в минус первый на вот плюс. Ну вот. Так. И как... Ну, в общем, когда мы будем действовать на Psi сейчас, то, ну, мы пока можем на плюсы все, ну, на плюсы забить, потому что... потому что... В общем, да, я хочу сказать, что AK будет действовать на эту просто как давать Z в степени K. то есть, это будет дифферент... Ну, то есть, это будет AK на Psi равняется Z в степени K на Psi. Но мы видим, что и вот это вот DTK равняется Z в степени K на Psi. То есть, вот это вот у нас будет для того или иного. Так. Ну, вот отсюда берутся требования на времена. Вот. И вот иногда удобно записывать вот это все в такой вот Ksi от... Производная катывая X производная первая порядка по катому времени. А, ну да, производная катывая порядка по X, да, да, да. Это все равно, что первая порядка по катому времени. Да, да. Ну вот. В общем, да, теперь, значит, есть некая, опять же, наука, которая говорит нам, как строить вот это вот Tau, ну вот это вот Psi в терминах другой вещи, которая называется Tau-функция. И утверждение... Это да, просто тогда для тех, кто не слышал или забыл как-то говорить, что тут важно, что вот, что мы, что Psi выбрали вот в таком виде, это что, это подстановка, да, и в ней важно, что вот зависимость от времен такая-то и W там начинается с определенного там каких-то коэффициентов. Но здесь важно, что W именно имеет вид, что это верхняя как бы треугольная матрица замены, что она вот такая вот. Ну вот. Хорошо, да. Ну вот. теперь некий анзат, да, давайте мы как-нибудь так. Сейчас, но это уже, в принципе, же и есть анзат. Анзат для решения вот винии задачи. Ну, не, ну пока мы вроде бы как, ну да, но теперь мы вот это вот, ну, представим немного по-другому. То есть, вот эта вот вещь мы представим, вот я вводил там в начале объект, который я назвал tau функция, и это вот у меня следующее, это E в степени минус D на Z tau X tau на tau X именно T. Где у меня вот этот вот, ну, давайте знаменатель, он еще часто записывается в таком виде, X на tau минус Z минус первый, где вот это вот Z минус первый, это, соответственно, такой бесконечный вектор Z минус один, Z минус два пополам, Z минус три на три и так далее. А вот оператор D еще имеет вот такой вот оператор D. Кто такой T1? T1 это что-то, ну, T1 это у нас что-то тривиальное, что такое, которое всегда идет с плюсом X. То есть, ну, то есть, как бы, про него можно забыть, но удобно не забывать. просто думать, что по нему там динамика тривиальная. То есть, у меня везде, где есть X, у меня на самом деле входит X плюс T1. Везде, где входит T1, это X. То есть, производный по X это то же самое, что производный по T1. Вот так вот. То есть, это, ну, некая такая, да, что вот этот вот оператор D от Z это, соответственно, Z минус K на K по D TK. Ну вот. Можно в таком виде записать. Хорошо. Дальше нам еще понадобится, ну, там просто для удобства, я показал, в принципе, опять же, удобство состоит в том, что, в общем, ладно, не важно. Еще нам нужен сопряженный такой вот Psi, где, ну, сопряженный решает такие же уравнения, но для там А сопряженная или сопряженная. А сопряженность это, в общем, дайте напишу сначала, потом буду что-то делать. Сопряженная равняется E в степени минус X Z минус XI от T Z на E в степени DZ DZ Tau X T на соответственно Tau XT где, значит, сопряжение как действует? F на X на D X сопряженная равняется минус DXN на F от X и у нас вот это решает следующее уравнение минус DT K на Psi звездочка равняется AK сопряженная на Psi со звездочкой. Ну, это тоже извините, а вы можете объяснить вот это ваше уравнение на сопряженность на примере первопроизводной функции от X F на X знаете, что, что вот здесь написать X на DX сопряженная равняется минус DX на X которое равняется минус так минус единица минус X DX X то есть вот так надо понимать, да? Да. Спасибо. Ну, вот, так, в общем, все, теперь я, для чего удобства, опять же, в двух словах скажу, для чего мы Psi со звездочкой вводим, потому что, на самом деле, нам вот здесь вот у нас есть, что-то у меня здесь стерлось уже, DX W-1, ну, вот, но там у нас, как бы, операторы обращать не очень удобно, поэтому иногда удобно вместо этого, там, рассматривать сопряженное и, ну, в общем, скажем так, удобно, поэтому рассматривать еще вот этот вот Psi сопряженный, из него встроить это, в принципе, это не обязательно делать, но, опять же, механизм, ну, вот, вот это вот, и теперь утверждение, что все наши решения строятся с Тау-функцией, которые вот имеют такой вид, это функция от X'а и бесконечного по сути, от бесконечного набора времен, которая там и от X'а, но зависит от X'а, такая же, как от первого времени, ну, вот, и утверждение следующее, которое нам требуется, это то, что Тау-функция решает интегральное уравнение, так, давайте мы как-нибудь так выделим, так, значит, это будет E степени X минус X'а Z XI от T Z минус XI от T'а Z T'а Z E минус D Z, который действует на Тау, E DZ, сейчас, давайте Тау-штрих, а здесь Тау, ну, где Тау-штрих, ладно, выдумываю, что-то, так, это будет Тау X' T' а здесь будет Тау от XT, от XT, ну, здесь, наверное, тогда можно написать, что это D' потому что интегрирование идет по штриховым временам, ну, вот, значит, по DZ равняется нулю, где у меня контур только вот там бесконечности, вот, так, вот такое вот интегральное рождение, которое зависит теперь от двух наборов времен, ну, и оказывается, что оно равносильно всей этой иерархии, доказывать не будем, но давайте, ну, как бы, мы воспользуемся только одним следствием, которое для нас будет важно, это то, что еще раз, а как вы в полюса входите? Ну, плюс, сейчас, я, в общем, обхожу, меня единственный полюс, это на бесконечности произойдет бесконечность, все остальные, которые там появляются от того функции, я на них, ну, то есть, они не в кругу в моем, вот, давайте, я просто вот, для нас важно, ну, это большое уравнение, оно там сложное, и нам на самом деле важно одно следствие, важно, ну, я его сразу напишу через Psi, и это Dtm Dt1 на логарифм Tau Xt равняется вычет, бесконечности Zm и теперь я что хочу сделать, я хочу рассмотреть вот решение вот этой вот задачи для k равняется 2, там первое нетривиальное время, для k теперь рассмотрим случай k равняется 2, ну, вот, давайте, ладно, нет, перед этим я скажу, что я ищу, значит, я уже это анонсировал, но давайте, я хочу сказать, что Tau x минус, точнее, будет x плюс T1 минус x и T, ну, я не знаю, там, чуть-чуть, так вот, значит, ну, вот, T без, там, T1, ну, это, чтобы понимать, ну, то есть, можно считать, да, либо это то же самое, что считать, что D, T1 x и T равняется просто, всегда просто константы равняется минус 1, вот так вот, то есть, это то же самое, поэтому, если я буду говорить, например, о первой скорости, ну, это такая, может быть, тавтология, ну, вот, где вот у нас есть сигма-функция, тут, тут, некоторые сигма-функция от x равняется x на x-тильда, это он же x. Ну, да, 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 сейчас, ну, нет, как бы, x-тильда, это x минус T1, как бы, ну, ну, то есть, это, может быть, это заря вообще, может быть, здесь вообще это промежуточное, не стоит писать, стоит вот так написать, я не знаю, то есть, вот, ну, отсюда просто вот следует вот это вот, равенство, но это просто, чтобы, если вдруг возникнет вопрос по производной, там, по первому времени, то это понятно, что это просто констант, которая минус 1, давайте я сейчас, значит, это будет x на s, я в степени x на s плюс x в квадрате на 2s в квадрате, а s не равно 0, 0, так, и s равняется 2 w m плюс 2 w m то есть, это у нас, это у нас, значит, есть у нас w w w штрих, ну, вот, это сетка, как бы, нашего ТОРа. Так, какие-то здесь вопросы-то есть пока? m и m штрих, это целые числа. Так, значит, ну, отсюда стандартные, как бы, обозначения, то, что z от x равняется sigma штрих от x на sigma от x да, от x это минус производная вот z минус от x. Ну, вот, ну, нужно думать, что вот это, вот это что-то типа единицы на x, а это что-то типа единицы на x с квадрата. Да, еще, как бы, нам, сейчас нам будут важны, значит, монодромии, собственно. Там, что я, все-таки, от z. А, да, 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 я не написал, я сказал, не написал так. Так, значит, так, значит, у нас есть монодромия sigma x плюс w равняется минус e в степени 2. Это на x плюс w. Извините, 2 w. Так, на sigma от x. А, извините, я здесь набрал, здесь 2, здесь у нас, значит, решетку с двумя. так. Следующее, это sigma от x плюс 2 w равняется минус e в степени 2 это штрих x плюс w на sigma от x. Где омега. Чего? w n? Ну, то, что вы w называете, это омега. А, это омега, да, 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 я согласен, да. Это у меня постоянно путнется. Значит, где это равняется z от омега, а это штрих равняется z от омега штрих. Ну, тут еще есть, как бы, у нас условие то, что w штрих минус это штрих w равняется pi и пополам вот у нас еще условия. То есть, они как бы связаны, но это, по-моему, нам особо не понадобится. почему это важно? Давайте сразу скажем. Вспомним наше определение psi, например, и заметим то, что у нас, вообще говоря, у psi появится какая-то монодрония. Давайте ее посчитаем. Давайте я воспользуюсь тем, что я умею. Умею. Так. Ctrl C. Так. Так. V. Так. Наверное, можно вот так движить. Так. 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 И вот это перетащить. Так. Удалим все. Вот это вот. Так. давайте посчитаем монодромию. Значит, монодромия tau-функции. Тау от х плюс 2 омега. Это у нас что? Это будет у нас просто E в степени сейчас, извините. Так. E в степени 2 это 2 это на х. Так. Здесь нужна сумма как бы всех вот полагаемых, которые там. Ну, то есть nx nx минус сумма x и плюс омега. Вот. Ну, давайте я пока для одной мандыра не посчитаю. С другой стороны, значит, на того от х. Тау от х. дальше E в степени минус d z тау от х плюс 2 омега. Это будет E в степени 2 это nx минус E в степени минус d z на сумму x плюс омега тау x. Ну, вроде пока все честно. То есть, когда мы будем вычитать, да, теперь мы посчитаем эндромею psi от x плюс psi от x плюс омега равняется это будет. Давайте, во-первых, здесь будет отношение вот этих двух тау функций, да, а во-вторых, еще вот отсюда вылезет. Сейчас, секунду, я как-то не понял, как экспоненты из префактора залезла в другой экспонент с оператора. А что не так? Ну, то есть, ну, вроде бы нормально все, Не знаю, а что так? то есть, мне кажется, что здесь что-то очень страшное произошло. Ну, идея какая? Давайте, вот этот экспонент, это что на самом деле? Что на самом деле значит этот экспонент? Это сдвиг x на что-то. Да, это сдвиг x. Ну, то есть, это как бы мы теперь берем сумму по x не в точке там t1, t2 и t3, а там t1 сдвинутая там минус единица на z, там t2, ну, то есть, это по сути просто... У меня вопрос в другом. Я понимаю, что она как-то эти x-ы должно сдвинуть, а почему она больше того функцию не сдвигает? Ну, ну, утверждение такое, да, вот можно, вот всякие экспоненты, они все от дьявола. Давайте мы распишем, ну, вот этот оператор, он там от дьявола. Давайте мы распишем честно, что это будет x, а здесь вот времена сдвинутые. Но у нас от времен в тау функции зависит только, ну, то есть, может быть, я это недостаточно специфитно сказал, но, вообще говоря, у нас, где тут у нас тау функция написана, вот, у нас от времен в тау функции зависит только x-ы, поэтому все как бы действие на них, ну, положится, поэтому, то есть, мандромия будет точно такой же, но просто x-ы, и нужно взять не в точке t1, t2, а вот сдвинутые точки. Это вот, по сути... Хорошо, я переформулирую. А если это, перед тау функция от x-а справа есть еще e в степени минус? Хорошо, вообще говоря, здесь можно поставить что-то, e в степени, там, я не знаю. Нет, я не про это, я не про какая-то конкретная, я про конкретную ту форму, которую ты написал. Да, вот я ее написал, да, все, больше здесь... у тебя действовало что-то как бы на эту функцию, да, в сдвинутом аргументу. Ты говоришь, теперь она на ту функцию больше не действует, действует только на ее мандромии. что-то, да, 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 извини, да, да, здесь она, да, 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 это будет e в степени минус, да, да, это я согласен, это моя промашка, да, так будет, разумеется. Так, ты доволен? То есть по-русски говорят, ты говоришь, что как бы сдвигаемиксы как бы и в мандромии и в самой этого функции. Да, но если, да, но если что, да, 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 вот так вот, можно так сказать. Не, я сейчас все равно буду как бы отношения искать, то есть я на самом деле, ну, ладно. Потому что, ну, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что вот это будет, это что будет, E в степени 2 Омега Z плюс 2 это на E в степени минус T от Z X и так минус 1 в степени X. Вот. Я хочу сказать, что мандромия будет вот так вот выглядеть. Ну, на Psi от все правильно, на Psi от X. Вот эта часть идет от префактора, который у нас есть в степени X, да, а вот эта вот часть идет, ну, просто из, вроде со знаком меня ошибся. А как мандромия Z появилась? Которая 2 Омега Z? 2 Омега Z она появилась, потому что у нас вот здесь вот есть. Ну, то есть это просто экспоненты, я... Ну, когда сдвигают, там она просто сдвигается. Да, ну вот. А теперь, как бы сам трюк. Ну, основной трюк это в чем заключается? Ну, этот трюк заключается в том, что у нас вот эта вот функция Psi, она на самом деле, как она, но она не двояка периодичная, да, ну, в общем, она имеет... Давайте так, утверждение, что если я здесь штрих добавлю, да, давайте я вот другим цветом здесь штрих, это, то здесь тоже возникнет штрих, здесь штрих. все, больше ничего не поменяется. Ну, в неком смысле можно там, если... Ну, в общем, в неком смысле можно рассматривать теперь уравнение, вот, где W и это, как бы, независимо. Ну, ладно, давайте сейчас. Главная, как бы, идея в чем заключается? В том, что мы теперь представим Psi от X в таком виде. То есть, тут мы это представили в виде, ну, как бы, в рациональном случае что было бы? Это у нас был такой вот один многочлен делить на другой многочлен. так можно представить там, рациональный дробь. Все рациональные дроби представляются вот в таком виде. У нас есть у рациональной дроби другой как бы вид. Это, значит, ну, разложение, что называется, на простые дроби. Вот. Ну, учитывая, что здесь кратность всех полюсов, да, я это не упомянул, все X и, X и, это и разные, тоже важно. У нас кратность полюсов всех единичная, поэтому можно вот написать, что, значит, это будет E в степени KX плюс XI T1, ой, точнее, как я писал, Z или TZ, я всегда путаю TZ. Значит, T на сумму цикатых Psi от X минус X катых ну, ладно. Лямбда, да, где у нас Psi Y лямбда равняется сигма Y плюс лямбда на сигма от лямбда сигма от Y на E в степени минус цета лямбда Y ну, вот это, ну, такая уж функция. Лямбда это одно и то же. Нет. Это вся нет, неправда. почему? Давайте, ну, мы хотим, у нас есть вот функция в таком виде, записанная в другом, да, я здесь как бы у меня вся свою, ой, здесь у меня ZMTK, это давайте, плохо, я здесь обозначил K, если про эти, ну, в нем хиднис вроде здесь не должно быть, ну вот, ну, как бы по функции, что я могу сказать по функции от FSI Y плюс 2 W лямбда, сейчас я уже забыл, давайте я посмотрю, да, это будет E в степени 2 это лямбда минус Z от лямбда W на FI от Y лямбда. Так, вот. Значит, так, что я дальше хочу? Сейчас я что-то здесь, мне кажется, набрал, а, нет, нет, не набрал, все нормально. Так, ну, то есть это вот такие вот, я не буду здесь подробно выписывать, но вот, такие монодромии. Давайте теперь сравним как бы монодромию у выражения вот полученного вот ну, через ставу функции выражения разложенного на дроби. Ну, утверждение такое, что у нас получится следующая вещь. Так, у нас будет давайте Пси от икс плюс 2 омега равняется е в степени 2 омега так, здесь у меня будет на к минус з лямбда плюс 2 это на лямбда на Пси от х плюс, ну, точнее, Пси от х значит, давайте я еще раз как бы здесь вот это вот пишу так вот сравним эти выражения ну, то есть здесь давайте здесь звездочки беру ну, вот опять же учитывая, что здесь есть у нас выражение для омега и омега штрих которые, ну, меняются просто нанесением штрихов на омега и это то у нас можно сказать, что у нас вот условия равенства там для вот этой части ну множителей у омега ну, то есть что у нас возникает два уравнения что мы можем вот так приравнять и вот это вот ну, то есть как бы вот это основная как бы идея то, что у нас вот получили монодромии и оказывается что у нас во-первых что здесь у нас K это не Z видите то есть здесь у меня вот какое-то K возникло на месте Z на самом деле это K не равняется Z ну, вот это первое первое утверждение второе утверждение что у нас еще на самом деле вот это вот лямбда оно как-то выражается через значит через ну скорость центра масс скорость в смысле по разным временам скорость так ну, наверное секунду у тебя большая сумма XO сделанная на разные Z да и ты говоришь что эта вся сложная конструкция как-то равно 1 лямбда да а давайте вот мы на него сейчас посмотрим поподробнее на эту конструкцию да то есть что это такое вот это вот E в степени минус D от Z минус единица на давайте я вот так подписать центр масс ну вот это в общем тут идея какая то что это вообще говоря есть некий ну ладно назовем это ля это вот первое утверждение давайте я сейчас небольшой дам как бы спойлер но в следующем да мы как бы докажем что у нас ну ладно давайте еще следующее равнение напишем как бы что будет совсем это не спойлер это нормальная вообще практика анонс какой-то дел к чему мы идем да 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 K минус Z от лямбда ну вот я что хочу сказать я хочу сказать ну вот то что у нас значит лямбда это на самом деле будет боже я забыл по-моему минус минус N на Z плюс HM Z VM DHVM это гамильтонианы соответственно ну DHM это гамильтонианы для этого для ну по которым для старших времен но утверждение что вот эти вот вещи это значит интегралы движения поэтому на самом деле когда мы это какой-то сложный оператор ну вот но что я хочу сказать я хочу сказать то что вот этот сложный оператор это что такое это будет минус это будет минус DZ минус там D в квадрате Z так далее пополам плюс ну неважно потому что плюс так далее я хочу сказать что вот эти все операторы на самом деле действуют нулем на X почему потому что у нас оказывается что ну в общем это можно почему показать потому что у нас когда у нас действует первая производная на X не первая ну то есть n-ая производная вот на это вот X это что-то типа n-ой скорости центра масс и сейчас как это лучше сказать ну в общем я хочу сказать то что если мы будем так последовательно разлагаться то окажется что все наши вот эти вот из-за того что лямбда она зависит только от значит интеграла движения то что у нас все центры масс это тоже будет интеграла движения поскольку это интеграл движения это значит что dtn dtm на X равняется нулю и все старшие то есть это можно по индукции как бы откопать смотря по степеням Z ну в общем следя за тем что там какой там слагаемый получится первым и так далее ну вот и вот это вот как раз интересная вещь потому что вот дальше мы получим ну то есть уже как бы получили что минус dZ на X ну ну вот что от лямбда это минус там dZ на X ну вот ну и и в то же время там это генератор данного движения вот я напомню что вот это вот dZ на X это выглядит как сейчас да это выглядит то есть лямбда равняется минус n на Z уже отсюда следует потому что мы помним что t1 это минус там минус 1 сейчас ладно не важно плюс плюс dT2 на X на 2 Z в квадрате плюс dT3 на X 3 Z в квадрате и так далее сейчас я может быть чуть-чуть здесь вру с коэффициентами сейчас я да он здесь просто не знаю почему минус в общем это будет лямбда это будет просто dZ я может быть где-то чуть-чуть наврался с коэффициентами а потому что это лямбда это будет сейчас сейчас глянем сюда странно странно я наверное где-то со знаком ошибся потому что здесь вообще говоря должен быть минус а ну да вот он минус есть сейчас в общем здесь где-то знак минус то есть это на самом деле это вот минус да ну вот отсюда вот у нас следует теперь что лямбда вот так то значит выглядит ну и как бы анонс потому что я не успеваю то что если мы значит потом мы докажем что лямбда еще вот так то есть что вот эти вот записи равны и отсюда у нас будет следовать что ну там как раз то что мы обсуждали что значит а что такое как бы дт2 на ну дтн на на х это так это значит сейчас это будет и т дт н на х и т это будет равняться значит и т дп и т на h ну вот и на h nt ну вот но с другой стороны это будет h там n-1 получается потому что здесь на самом деле сейчас здесь значит что-то не так написал вроде так написал сейчас я проверю так прошу прощения z m-1 вот так вот ну в общем то есть это вот как раз то чем у нас ляшек учил на прошлом часе это вот как раз такой вот оператор как бы boost как в я уже тогда не буду эти моменты с этим но вот основная идея которую я хочу что-то основная идея надо еще основные объекты как еще раз проговорить да ну основная идея то что мы рассматриваем значит psi которая записана как отношение двух тау функций и psi которая записана как такое разложение на простые простейшие дроби да мы их рассматриваем монодромию и вот именно в эллиптическом случае мы получаем какие-то там существенные значит уравнения на это потому что эллиптики это важно и вот за счет этого мы дальше сделаем потому что на самом деле вот ну ну ладно как бы основная трудность какая то что когда мы будем там искать значит ну это такой для тех кто знает знаком с задачей когда мы будем там искать условия на то что плюс атом сходится ну то у нас вообще говоря будет система которая ну однородных уравнений то есть у нас будет какое-то одно условие ну свободное там вот эти вот коэффициенты цейты да которые мы здесь ввели то есть у нас получится какое-то уравнение которое работает с точностью до умножителя ну для всех цейтх а вот из свойства сейчас скажу вот из этого свойства сейчас извините так вот из этого свойства мы хотим получить ну мы там получим значит ну у нас как раз вот это вот будет не хватать условия чтобы получить явный ответ и вот это условие оно как раз есть условие на монодромию которое мы что здесь нашли потому что у нас как бы появилось то есть мы можем сказать что вот у нас теперь есть три переменных лямбда z и k но понятное дело что одна из них вот через это уравнение легко устраняется а второе это будет некое условие которое второе уравнение это вот условие которое мы ну находим из-за того что там ну которое нам необходимо найти вот в общем такая идея но я это в следующий раз тогда подробно расскажу вот начинается моменты где мы ну с конца вот эта лекция хорошо хорошо а у нас в следующий раз еще кто может что-нибудь Иван вы кажется говорили что к следующему разу кто-нибудь может рассказать так он наверное не слышит ну ладно мы тогда ну хорошо только хорошо ладно спасибо да ну вот надо чтобы тогда просто еще раз проговорить да это как немножко сумбурно было надо последовательность определенных объектов и как что получилось потому что потом уже вот как раз я так понял по вашей статье что там вот мы как раз уже подошли к тому чтобы там потоки сдавать ну почти да ну вот хотелось бы чтобы к этому моменту было понятно что произошло да да хорошо я тогда вот эту последнюю часть повторю получше ладно тогда все на сегодня ну хорошо так все тогда что заканчиваем всем до свидания спасибо до свидания всем спасибо до свидания